Михаил Булгаков. Московские сцены. Читает Павел Беседин. Ну, господа, прошу вас, любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол. Мы, не заставив себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки. Села нас четверо. Хозяин, бывший присяжный поверенный, кузен его, бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая совнархозе, а ныне просто Зина Ивановна, Зинаида Ивановна даже, и гость, я, бывший, впрочем, это все равно. Ныне человек занятиями, называемыми неопределенными. Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках. Вот и весна. Слава Богу! Измучились с этой зимой, сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика. И не говорите! Воскликнул я и вытащил из коробки кильку. Вмиг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его киличным растерзанным телом и любезно оскалил зубы в сторону Зинаиды Ивановны. Добавил. Ваше здоровье! И затем мы глотнули. Не слабо ли кхм разбавил? Заботливо осмелился хозяин. Самый раз! Ответил я, переводя дух. Немножко как бы слабовато, отозвала Зинаида Ивановна. Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом. После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри, и благодушие приняло у меня свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена, и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38, еще очень и очень недурна, и борода Карла Маркса, помещавшегося прямо против меня, рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж огромна, как это принято думать. Да-да, история про появление Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидящего его всей душой, такова. Хозяин мой, один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный, он едва ли не первый почувствовал, что происходящее, шутка серьезная и долгая, и поэтому окопался в своей квартире, но не кое-как кустарным способом, а основательно. Первым долгом он призвал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые черные трубы. После этого хозяин, полюбовавшись работой Терентия, сказал, могут не топить парового бандиты, и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через три дня из Винска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной, из передней направо, и поставил ему черную печечку. Затем 15 пудов муки он всунул в библиотеку прямо по коридору, запер дверь, на ключ повесил на дверь ковер, к ковру приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие-то старые газеты. И библиотека словно сгинула, канула. Сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом, из шести комнат остались три. В одной он поселился сам с удостоверением, что у него порог сердца, а между оставшимися двумя комнатами гостиная-кабинет снял двери, превратил их в странное двойное помещение. Это не была одна комната, потому что их было две, но и жить в них, как в двух, было невозможно. Тем более, что в первой гостиной непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино поставил кровать и, призвав из кухни Сашу, сказал ей, Тут будут приходить эти так скажешь, что спишь здесь. Поняла? Саша заговорщицкий усмехнулась и ответила. Хорошо, барин, сделаем. Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему юрисконсульту такого-то учреждения полагается Добавочная площадь. На Добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами старого велосипеда, без шин, стульев, с гвоздями и трех карнизов, что даже я, отличный знакомый с его квартирой, в первый же визит после приведения квартиры в боевой вид, разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту. На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна, учительница музыки, на двери ее комнаты удостоверение, что она служит в совнархоме, на двери кузена, что товарищ секретарь, двери он стал отворять сам после третьего звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино. Три дня люди в серых шинелях и черных пальто, объединенных молью и объединенных, не только объединенных, и девицы с портфелями в дождевых брезентовых плащах, рвались в квартиру, как пехота на проволочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через три года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили. Тогда же он и купил четыре портрета Луны Чарского. Он пристроил в гостиной на самом видном месте. Так что нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса и в конце и в комнате кузена над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепил Льва Троцкого. Троцкий был изображен анфас в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился четырьмя кнопками фотографию, мне показалось, что председатель ревоинсовета нахмурился. Так хмурым он и остался. Затем хозяин вынул из папки Карла Литхнета и направился в комнату кузины. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам, обтянутым полосатой юбкой, вскричала «Этого не доставало! Пока я жива, Александр Павлович! Никаких Маратов, Дантонов! В моей комнате не будет!» Зин «Причем здесь Марат?» Начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив. Ровно через полчаса последовала очередная атака. После третьего звонка и стука кулаками цветные волнистые стекла парадной двери хозяин, накинув вместо пиджака измызганный френч, впустил трех. Двое были в сером, один в черном с рыжим портфелем. «У вас тут комнаты!» Начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег электричество и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и оленьи рога расплывались в англии. «Что вы? Что вы, товарищи?» Ахнул хозяин и всплеснул руками. «Какие тут комнаты? верите ли, шесть комиссий до вас было на этой неделе? Хоть и не смотрите, не надо. Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Извольте видеть, хозяин вытащил из кармана бумажку, мне полагается 16 оршин добавочных, а у меня 13,5. Даст, где я спрашивается возьму 2,5 оршина? «Ну мы посмотрим», мрачно сказал второй серый. «Пожалуйста, товарищи». Этот час перед ними предстал Лунычарский. Трое открыв рты посмотрели на наркомпроса. «Тут кто?» спросил первый серый, указывая на кровать. «Товарищ Епишева Александра Ивановна». «Она кто?» «Техническая работница». Сладко улыбаясь ответил хозяин. «Стиркой занимается». «А не прислуга она у вас?» подозрительно спросил черный. В ответ хозяин судорожно засмеялся. «Да что вы, товарищ, что я, буржуи какой-нибудь, чтобы прислугу держать?» «Тут на еду не хватает, а вы прислуга, прислуга». «Тут» хозяин хозяин трогал. Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул газ. Я услышал, как черный, падая, ударился головой о велосипедную цепь. «Вот видите, товарищи, зловещий», сказал хозяин. «Я предупреждал чертова теснота». Черный выбрался из волочьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны. «Не ушиблись ли?» испуганно спросил хозяин. «Был бы невнятно пробормотал что-то черный». «Тут товарищ Нартуцина водил и показывал хозяин. Тут я, и хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарастало на лицах трех. А тут товарищ Щербовский, и торжественно он махнул рукой на Льва Троцкого. Трое в ужасе глядели на портрет. «Да он что, партийный что ли?» спросил второй серый. «Он не партийный, сладко ухмыльнулся хозяин, но он сочувствующий, коммунист душев, как я сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи». Ответственные, сочувствующие, хмуро забубнил черный, потирая колено. «А шкафы зеркальные, предмету роскоши». «Роскоши?» Укоризненно ахнул хозяин. «Что вы? Что вы, товарищ? Белье тут лежит последнее, рваное. Белье, товарищ, предмет необходимости». Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнел, потому что вспомнил, что как раз вчера шесть серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками. «Белье, товарищи, предмет чистоты». «И наши дорогие вожди». Хозяин обеими руками указал на портреты. Все время указывают портрету на необходимость держать себя в чистоте. эпидемические заболевания, тиф, чума, холера, все от того, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением товарищей является содержание себя в чистоте. Наш вождь». Тут несовершенно явственно показалось, что судорога прошла по лесу фотографического Троцкого, и губы его расклеились, как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь. «Тут товарищи уборная, тут ванная, на которой испорченная дверь и сама она испорчена. Видите, в ней ящик с тряпками лежит. Не до ван теперь еще. Вот кухня холодная. Не до кухонь теперь. Не напрямую все готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате. Вот, товарищи, и все. Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе коленки разбивать. Это, знаете, слишком накладно. куда это надо обратиться, чтобы мне дали еще одну комнату в этом доме под контору. Идем, Степаныч, безнадежно, махнув рукой, сказал первый серый. и все трое направились стуча сапогами в переднюю. Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул. Вот, любуйтесь, скричал он, и это каждый божий день, честное вам даю слово. Что они мне доканывают? Ну, знаете ли, ответил я, это неизвестно, кто кого доканывает. Хи-хи-хи. Хикнул хозяин и весело грянул. Саша, давай самовар. Такова была история портретов, и в частности Маркса. Но возвратимся к рассказу. После супа мы съели бисфорганов, выпили по стаканчику белого, айданили вендельправление, и Саша внесла кофе. И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок. Маргарита Михайловна, наверное, приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет. Да-да, послышалось из кабинета, но через три мгновения донесся вопль. Как? Глухо заквакала трубка и опять вопль. Владимир Иванович, я же просил все служащие, как же так? Ах! Ахнула кузина. Уж не обложили его. Заглянила с размаху трубка, и хозяин появился в дверях. Обложили? Кликнула кузина. Поздравляю, бешено ответил хозяин. Обложили вас, дорогая? Как? Кузина встала, вся в пятнах. Они не имеют права. Я же говорила, что в то время я служила. Говорила, говорила, передразнил хозяин. Не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец домовой спиской пишет. А все ты, повернулся он к кузину. Просил ведь сходи, сходи, а теперь не угодно ли? Он нас всех трех пометил. Дурак ты, ответил кузин, наливаясь кровью. Причем здесь я? Я два раза говорил этой канале, чтоб отметил как служащих. Ты сам виноват. Он твой знакомый. Сам бы просил. Сволочь он, а не знакомый, загремел хозяин. Называется приятель. Трус несчастный. Ему лишь бы с себя ответственность снять. Насколько? Крикнула кузина. На пятис. А почему только меня? Спросила кузина. не беспокойся. Саркастически ответил хозяин. Дойдет и до нас дело, до меня, до тебя. Буква видно не дошла. Но только если тебя на пять, то на сколько меня шарахнут. Ну вот что. Рассиживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору, объясните, что ошибка. Я тоже поеду. Живо, живо. Кузина полетела из комнаты. Что это такое? Горестно заупил хозяин. Ведь это ни отдыху, ни сроку не дает. не в дверь, так по телефону. От этих реквизиций отбились теперь налог. Да коли это будет продолжаться? Что они еще придумают? Он взвел глаза на Карла Баркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать «Это меня не касается». Край его бороды золотило апрельское утро.